всем привет меня зовут сергей приветствую на канале 1серж23 вот сзади меня находится лодка на которой я только что надел темп но в принципе я сейчас хочу поговорить не о ней вообще в принципе я разговаривал с владельцем этой лодки и вообще выяснил достаточно такую прикольную штуку он мне просто озвучил цену на лодочный моторный китайский хидея 40 лошадиных сил двухтактный я впал в нем ступор то есть я просто охерел от этой цены он назвал цену 380 тысяч рублей 380 тысяч рублей это текущая цена для мотора который буквально буквально два года назад стоил не больше 90 то есть это вот такой сумасшедший рост цен на китайские моторы произошел за последние два-три года почему я говорю что это сумасшедшая цена я покупал просто себе надо и у меня есть зоншин китайский который 35 лошадиных сил по сути это то же самое 35 40 это вообще не играет никакой роли практически это одни и те же моторы но тот мотор мне обошелся 85 тысяч и в принципе я считал что новый мотор я покупал нулевый заметьте я считал что это очень дорого то есть а сейчас но этот как его называется рынок моторов стало какой-то видимо не сумасшедший то есть где-то мой хороший знакомый бывший мой клиент но и будущий в том числе которому я делал катер а рива билайнер видели он покупал себе новый ну практически новый мотор как бы мотор с переборки собранный мотор на базе блока нового и там вообще в принципе все новое инжекторный мотор где-то он обошелся миллион двести ему но я не считаю насколько я слышал по разговору с ним не считая установок и всего остального то есть еще получается что четырехтак некий японский сейчас подвалял что ли стоит вообще дурдом куда катится мир куда катится мир куда деваться водномоторником быть в этих условиях маслами жопа этот как и он называется запчастями по обслуживанию жопа со всеми вам вещами жопа и то есть это как и он называется когда это жопа кончится то есть пока абсолютно непонятно но горе вот просто просто чисто вот чисто снимаю спонтанный ролик 380 тысяч рублей за хидею 40 сил свое время мне предлагали такой мотор не собрать бы чего-то я его за полтинник не стал брать то есть вот просто вот цена была 50 тысяч я за 50 тысяч его брать отказался то есть это была вот такая картина и это было буквально за что у нас курс доллара так резко вылез или чего то есть на мой взгляд нифига дело в аппетитах дилеров то есть в аппетитах дилеров которые вздувают цены в связи с тем что отсутствует конкуренция отсутствует рынок как такового то есть и все то есть здесь не сказывается ни курс доллара не как там санкции не санкции там херанцы и вся остальная фигня то здесь ничего не сказывается здесь сказывается то что европейские американские моторы исчезли просто исчезли конечно купить их можно то есть их продают есть какие-то левые завозы там и вся остальная фигня при этом это все абсолютно не гарантированное то есть гарантии все на моторы допустим на меркури абсолютно беспонтовка здесь написано моторе гарантия 5 лет хрен знает может быть действительно это гарантия 5 лет вот то есть может от мотор выдержит этот срок ну а в принципе выдержит а чего китайцы делать неплохие моторы но ценник ценник то есть это ценник просто сумасшедший как если бы сейчас на рынке были ямахи были honda там это те же самые были бы мерки тахацу и все остальное китайцы бы держались свои ниши а сейчас это какое-то безумие просто то есть вот для себя например стал бы я себе покупать мотор за эти деньги ну хрен его знает я бы наверное подумал о том вообще имеет это все дело смысл или нет и подождал посмотрел куда чего это дело катнется потому что если будет откат а в конечном итоге все равно будет откат какой-то цене то есть нахер этот мотор будет за такие деньги нужен так что вот такая картина но это как все раз говорю это мое личное мнение он вообще ни на чем но ни с чем не связано то есть это не повод мир не размышления покупать не покупает это как говорится вы сами решаете но просто просто я был в ахере я был конкретно в ахере от ценника который предлагается за новые моторы я не знаю может быть конечно в эту цену вошла установка мотора то есть от 380 тысяч они изучал рынок может быть это поскольку мотор ставили на вот верфи которая сделала вот это вот spider 420 поставила она кстати криво даже герметик на болты не поставила то есть владелец показывал видео он скинул лодку и и там прямо прямо вот прямо ручьи текут через нижние болты установочного мотора фиг знает лодку он покупал в сборе с мотором и говорит вот мотор мне обошелся 380 тысяч такая вот такая вот призабавнейшая штука чё будет дальше а хер его знает с точки зрения водномоторников вообще не представляю я сейчас вот четко понимаю что допустим вот если у тебя есть какое-то судно то нужно просто готовиться к тому что ну вот вторая жена ты на нем женился продать продавать его вообще никакой не резон ни разу от слова совсем то же самое как абсолютно непонятно продавать моторы с надеждой купить что-то другое только если у тебя мотор другой что-то другой не лежит у тебя в соседнем боксе и тогда ты можешь продавать но это какая-то это какое-то ценовое безумие рост цены в пять раз за два спад за три года на мотор одной и той же серии это это трэш так что такая ситуация ладно все ребята давайте удачи вам все подписывайтесь на канал колокольчики пальцы вверх чтобы приходить уведомления о новых роликов распространяйте видео делитесь ими проблем никаких все спасибо за внимание до свидания а я тут пульт утопил от камеры поэтому приходится пальцами кнопки нажимать